Всем привет! Вы, наверное, меня уже совсем потеряли, но нет, я никуда не делся. И сегодня мы посмотрим с вами на iPhone XS Max на 256 гигов, золотой, практически прямо с старта продаж. Как он выглядит, стоит ли его покупать и стоит ли он свои 120 тысяч рублей. Давайте начинать, поехали! В общем, друзья, мы такие нищеброды, что достали телефончик прямо в первый день продаж. Это у нас финский вариантик 256 гигабайт iPhone XS Max в золотом новом расцветке. Здесь лежит также шестерочка, вот такая вот интересная. Кстати, тот реф, которому я вам говорил, что не работает с русскими сим-картами, я сделал так, чтобы он начал работать. Что у нас, собственно, в комплектации с коробкой? Здесь, как всегда, прекрасная полиграфия. Естественно, вы, в том числе, и платите деньги за коробку. Что у нас встречает? Сначала конвертик. Все мы знаем, что здесь у нас лежит инструкция. Вот такие вот мануальчики. Привет, даже в том числе на украинском языке. В общем и целом, так, немножко iPhone встряхнули, поэтому он пишет типа SOS, не SOS, короче. Также у нас есть зарядка, наушники без переходника. Да, Сирия у нас начала говорить. И вот такой вот большой, огромнейший iPhone XS Max. Сейчас он, естественно, уже не в заводских пленках. Вот так вот выглядит новая расцветочка в цвете Gold. Но, больше сказать, это бронз или медь. То есть, это действительно такой, скажем так, и мужской, и женский цвет. То есть, можно не запариваясь покупать, потому что именно окантовка, рамка из стали, она выкрашена, ну, знаете, как латунь, короче. Как ключи раньше старые советские делали. В общем-то, очень сильно, очень сильно, скажем так, симпатизирует мне такая расцветка. В общем и целом, смотрите, друзья. Вы знаете, что гонконгская версия поставляется с двумя сим-картами, они физические. Здесь европейская версия. Одна электронная симка, одна физическая. Соответственно, если хотите приобрести себе двухсимочный аппарат, то надо смотреть версию. По ссылке в описании вы найдете именно гонконгскую версию, если вы захотите себе две симки, чтобы они были активны в регионе России. Что нас встречает при первом включении? Естественно, это огромнейший экран. Я держу его в руках. И, в принципе, с одной стороны, хотелось бы сначала сказать, что он охереть какой большой. Ну, а с другой стороны, это действительно очень большой, практически безрамочный, сочный, красивый дисплей. OLED-дисплей, да, если нажимать, по-моему, OLED-дисплей, разрешение. Все это вы и так без меня знаете прекрасно. Просто первые тактильные ощущения, они такие, что ты действительно держишь большой iPhone. Самый большой iPhone, который когда-либо делала компания Apple. Но ты начинаешь им пользоваться, начинаешь ловить себя на мысли, что те или иные функции здесь действительно доработаны, улучшены. И всегда iPhone с приставкой S, это, скажем так, доработанные предыдущие модельки. Что можно сказать о первых впечатлениях? Это, конечно же, в первую очередь, цвет. Во вторую очередь, iPhone X Max – это тяжелое устройство. Если вы не готовы носить 210 грамм у себя в штанах, и я говорю это не о вашем причинном месте, а о телефоне, то вы, как говорится, смело можете рассматривать данный телефон к покупке. И что хотелось бы сказать по поводу вообще первых ощущений от использования, от звука, от камеры. Камера здесь действительно снимает очень-очень круто. Есть, я думаю, что сейчас хозяин телефона разрешит посмотреть нам кое-какие примеры фотографий, сделанные с режимом Bokeh. То есть, на самом деле, даже iPhone X, скажем так, со своей неплохой камерой. Уровень камеры здесь на Pixel 2 чуть-чуть может быть даже доработанный, так называемый Smart HDR. То есть, на фотографии, то есть, вы видите, да, видите дым, видите пепел сигареты. Курение, кстати, вредно. Смотрим далее. Вот у нас непосредственно человеческий палец. Посмотрите проработка детализации волос. Посмотрите, как обработаны края пальцев. Посмотрите, в какое размытие ушло, непосредственно ушел задний план. То есть, задник, он действительно размыт. Ну, не как, конечно, на DSLR-камерах, но действительно для телефонов, в том числе для айфонов, это очень большой шаг вперед. То есть, вот смотрите, машинка, то есть, как здесь Bokeh отработана. И при этом у нас края, то есть, у нас волосы. Это действительно макрофотография. Мы видим в том числе даже человеческие поры, как бы вообще все, что связано с кожей человека. Прямо очень-очень хорошо видно. Это говорит нам о том, что телефон действительно очень-очень хорошо снимает. И он действительно, если вы рассматриваете это, рассматриваете приобретение айфона 10s Max в качестве замены, допустим, с восьмерки плюс или с семерки плюса, естественно, это будет большой шаг вперед. Про камеру, в принципе, наверное, пока больше заявлять нечего, потому что еще прошло всего лишь два дня, как телефон, скажем так, находится у пользователя. Действительно поражает цвет, поражает его размер, поражает его сочность. Установлены обои такие, что вы не видите здесь черные. Это и моноброви, она здесь, естественно, присутствует, никуда она не делась. Просто она стала менее заметна на таком большом экране. 6,5 дюймов носить, в принципе, наверное, заменит вам все. На днях Тим Кук сказал, что наши айфоны такие дорогие, потому что они заменяют вам несколько устройств. На самом деле, может быть, это был сарказм, стек или еще что-то, но мне кажется, действительно, таким телефоном можно пользоваться и потенциал таких мощностей. Я напоминаю, что здесь установлен 7-нанометровый процессор, который действительно поражает своей быстротой, уникальностью. И, скажем так, это первый процессор в мире, который установлен в действующий аппарат, который можно пойти, взять и купить, то есть пользовательский. Получить опыт от такой быстроты, от такой, скажем так, передовые технологии, которые, возможно, были сделать. Mate 10 Pro, ProMade 20 Pro, который выйдет на днях или уже вышел, он тоже поддерживает эти технологии, но на самом деле Apple была первой. Тут, как говорится, ничего не скажешь. Конечно, естественно, я снимаю это видео для того, чтобы просто, скажем так, может быть, в какой-то степени хайпануть на iPhone X S Max. Может быть, потому что мне захотелось о нем рассказать. Но, в принципе, я хотел бы приобрести себе такой телефон, но стоимость 120 тысяч рублей, это 2000 долларов, даже чуть, может быть, так поменьше, там 1900-1800, на самом деле поражает. Действительно, расцветка, ну, это не золото, это действительно новое устройство с новым цветом корпуса, потому что металлическая хирургическая сталь в цвете голд, это просто, ну, космически выглядит. В нем все хорошо, кроме комплекта, стоимости, ну, и, наверное, на этом все, потому что камера здесь одна из лучших. Скорее всего, Pixel 3 порвет его в плане камеры, как всегда, это каждый год бывает. По быстродействию вы не найдете никаких лагов, фризов, то есть все, естественно, работает быстрее. Также производителям было заявлено, что это у нас IP68, то есть до метра на 2 часа или чуть-чуть меньше срок. Собственно, и не важно. В десятке были проблемы, некоторые десятки не выдерживали даже небольшого погружения в воду или даже мокрых пальцев и просто переставали работать. Ну, естественно, мы проводить дроп-тест, скажем так, специально ради одного видео мы не будем, потому что заплатив за этот телефон 120 в рознице, в российском он будет стоить 110, переплата 10 тысяч с телефона. Я считаю, что, ну, да, вот человек захотел, чтобы у него был телефон одним из первых у меня в регионе, в городе, как бы. Это очень хороший мой знакомый, вы все его знаете. Он владелец айфона 10, пикселя второго 2 XL. И теперь вот все это продано на самом деле и вот купленный айфон 10S Max. Ну и совсем уже в трэш уходим, это сравнивать, не сравнивая мои, это дисплей айфон 10S Max и дисплей старого доброго айфона 6, который на самом деле служит мне верой и правдой, с неоригинальным дисплеем на полной яркости. Здесь у нас, блин, десятки же здесь это все делается, окей, как бы, если выкрутить на полную яркость, то есть, чтобы вы понимали источность дисплея, оригинального, неоригинального, и размеры дисплея, чтобы вам просто было интуитивно понятно. Если вы пользователь 7, 6, 8, то, естественно, айфон 10S Max это супергромадное устройство, но тем оно и привлекательное, что оно манит к себе этим большим шикарным экраном, на котором можно делать все. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, кому как понравилось. Проходите по ссылкам в описании, если хотите купить айфон 10S или 10S Max. Там вы найдете информацию, где можно приобрести по более-менее адекватным ценам, но я думаю, что за 120, за 100 тысяч вы не будете способны, не будет у вас желание купить такой дорогущий телефон. Итак, есть чат в Телеграме, группа ВКонтакте. В общем, совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok